Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Фра Джованни да Феезолли, прозванный Фра Анжеликой, небесное коронование Пресвятой Девы, Ларентийская школа, Ивидаде Пьетро в мире. И брат Иоанн Джованни в монашестве прозванный своими современниками ангелоподобной Анжеликой, за отличавшие его необычную кротость и глубокое благочестие. И причисленные за них римской католической церкви после своей кончины клику блаженных оставил нам в своих многочисленных картинах видимое доказательство этих качеств своей души. Сильный драматизм, изображение сцен, с сильным движением, было чуждо искусству инока, отрекшееся от мира. Зато прославление небесного блаженства, выражение религиозного экстаза, передача тихого политвенного настроения или простые сцены из жизни святых были доступны лишь немногим областью творчества благочестивого художника. Его произведения, грациозностью изображенных в них фигур, красотой их форм, вложенных в их лица, выражением глубокого чувства и неземного блаженства, роскошью светлых красок, выделяющихся на блестящем золотом фоне, производят чарующее впечатление даже на современного нам образованного человека, особенно тогда, когда дошли до нас неиспорченными. Число таких произведений продлежит картина, изображающая пресвятую деву, коронуемую ей блаженственным сыном, среди лучезарных, сияющих небес и сонма ангелов и святых. Фигуры в этой картины загруппированы с изящной симметрией и написаны с тем высоким разумением, красоты, с той грацией, с той искренностью, чувства, которые свойственны лишь одному фра Анджелико. Этот превосходный образец его живописи, небольшой по размеру, как и все лучшие картины того же мастера, находился во флорентийском госпитале Санта-Мария-Нова, одном из самых благоустроенных и богатых европейских госпиталей в позднем средневековье, откуда несколько лет тому назад передан в галерее Уфицы. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Переводы и дополнения под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok